Здравствуйте, друзья! 10 заблуждений об истории древнего мира Советский учебник по истории древнего мира для пятого класса утверждал, что в горах, где берут начало притоки Нила, тает снег. Бурные потоки воды несутся в реку, размывая горные породы. Но учебник географии для шестого класса был с ним в этом вопросе категорически не согласен. И это не единственная ошибка, которую можно было вынести из уроков истории. Заблуждение первое. В последнюю ледниковую эпоху на месте Сахары была саванна, где водились многочисленные стада диких животных. В любой ледниковый период климат на Земле становился в целом более сухим. Влага сосредотачивалась в ледниках, сокращалась площадь морей и океанов, уменьшалось испарение. Поэтому и в последнюю ледниковую эпоху на месте Сахары была пустыня, еще более суровая и страшная, чем сейчас. Цветущие саванны эти территории были позже, во времена Атлантического оптимума, 8-4 тысячи лет до нашей эры, когда климат стал более теплым и влажным, чем раньше. Заблуждение 2. Древнеегипетские пирамиды были построены рабами. Хотя рабство в привычном для нас понимании в Древнем Египте существовало, пирамиды строили отнюдь не рабы. Это были свободные наемные рабочие, объединенные в бригады. Строители одного из чудес света имели хорошее и разнообразное питание, а также обеспечивались медицинской помощью. Заблуждение 3. Античные мраморные статуи были белого цвета. В наших музеях можно увидеть одноцветные статуи и их копии. Такими мы привыкли их видеть и на страницах учебников. Но, как показали недавние исследования, найденных античных мраморных статуй и их обломков, все они были раскрашены, имитируя человеческое тело. Ранее это было неизвестно, и поэтому в эпоху Возрождения и в новое время, подражая античным скульптурам, изготавливали одноцветные статуи. Это и стало нашей культурной традицией, и современные памятники, как правило, монохромные. Заблуждение 4. В битве при Фермопилах с персами сражались 300 спартанцев царя Леонида. Греческая армия в битве при Фермопилах в 480 году до н.э. насчитывала несколько тысяч воинов. А 300 спартанцев, которые были в ее составе, остались прикрывать отход основных сил после того, как стало известно, что предатель помог персам обойти позицию греков. Заблуждение 5. В македонской фаланге воины первого ряда несли копья длиной 2 метра. Далее копья удлинялись до 6 метров в последних рядах. Воины в последней линии клали оружие на плечи воинам передних. Все царисы были одной длины, вероятно, около 5 метров при македонском царе Филиппе и при Александре Македонском, и до 7 метров в более поздних эллинистических фалангах. Воины держали копья двумя руками, а небольшой щит висел на левом предплечье и поддерживался шейным ремнем. Вооружать армию копьями разной длины было бы как минимум непрактично. Если делать свои копья для каждого ряда, появится серьезная проблема взаимозаменяемости солдат. Заблуждение 6. Римские легионеры времен республики носили кожаные либо пластинчатые панцири и полуцилиндрические щиты. Большой древнеримский щит с кутом имел две ручки. Во времена республики легионеры носили бронзовые нагрудники, либо стальные кольчуги. У офицеров могли быть и анатомические панцири. Пластинчатые панцири Лорика Сегментата появились лишь в армии Римской империи в первом веке нашей эры и долгое время сосуществовали с кольчугами. Классические, привычные нам полуцилиндрические щиты появились в римской армии также лишь во время империи. До того щит был сначала изогнутым овальным, затем у него срезали нижнюю и верхнюю стороны, и лишь потом он превратился в полуцилиндр. Кстати, другой неточностью большинства иллюстраций легиона является очень небольшое количество легковооруженных солдат. Во II веке до н.э. на 3000 тяжеловооруженных легионеров приходилось 1200 велитов, разновидность легкой пехоты в древнеримской армии. В более древних легионах доля легковооруженных была еще выше. То есть на манипулу основное тактическое подразделение легиона в период существования манипулярной тактики воинов тяжелой пехоты, гастатов, либо принципов, из 120 легионеров придавалось 40 велитов, дротикометателей. И на 60 триариев разновидность тяжелой пехоты также 40 велитов. А учитывая то, что велиты сражались в рассыпном строю, зрительно они должны занимать примерно такое же пространство, что и легионеры в сомкнутом. Кожаные панцири римские легионеры не носили. Возможно, такими могли быть поддоспешники. Что касается древнеримского щита Скутума, то он был изготовлен из дерева, обтянут холстом и кожей, и имел металлические детали, умбон и полосу по краю. Всего он весил 8-10 килограмм. Однако римский воин носил его кулачным хватом. У щита была только одна ручка. Две рукояти имел круглый щит древнегреческого гоплета. Заблуждение 7. Сражения Древнего мира отличались ожесточенностью, обе стороны несли большие потери. Есть целый ряд сражений Древнего мира, где точно учтенные потери победителей и проигравших отличаются в десятки раз. Например, в марафонской битве в 490 году до нашей эры погибли 192 афинских воина и 6400 персов. Во время лобового столкновения стороны несли, как правило, не очень высокие потери убитыми. Могло быть много раненых, но в целом щиты и панцири достаточно хорошо защищали воинов. Большие потери несла одна из сторон, когда ее воины обращались в беспорядочное бедство. Заблуждение 8. Поединки гладиаторов обычно заканчивались смертью одного из бойцов. В Древнем Риме были различные виды кровавых зрелищ на арене. Так, если на арене были звери, то специально подготовленные охотники могли устроить настоящую бойню на потеху публике. Практиковалась публичная казнь преступников в Дамнатио. Иногда проводились массовые кровавые схватки, в которых принимали участие осужденные на смерть преступники, либо военнопленные. Но они не проходили обучение как гладиаторы и были фактически одноразовыми солдатами. А гладиаторы, которые прошли серьезную подготовку, были дорогими бойцами. Популярными словно современные рок-звезды. Многие из них прошли по несколько десятков боев. Это значит, что вероятность погибнуть в схватке составляла несколько процентов. Впрочем, эти цифры менялись в различные века. Да, это был не рестлинг, а смертельно опасный спорт. Но не намного более смертельный, чем, скажем, гонки на колесницах. Заблуждение 9. Грибцами на древнегреческих и римских боевых кораблях были рабы. Грибцами на военных греческих и римских кораблях были свободные граждане, которых нанимали за деньги. Поэтому, например, сцена из лживого фильма «Бен Гур» не могла происходить в действительности, не говоря уже о том, что в первом веке нашей эры римлянам не с кем было воевать на Средиземном море. Военнопленные, рабы и каторжники стали массово использоваться, как грибцы на галерах, только в Средневековье и Новое время. Заблуждение 10. Рабство было основой экономики Римской империи. Точные цифры рабов нам, конечно, неизвестны, но определенный консенсус в этом вопросе у исследователей сложился. По мнению известного историка экономики Ангуса Мэдисона, который подробно изучил вопрос, к 14 году нашей эры дата смерти императора Августа на 44 миллиона жителей империи приходилось 4,5 миллиона рабов. В Италии доля их была действительно велика. На 4,5 миллиона свободных приходилось 2,5 миллиона рабов. Многие из них домашние слуги у знати. В Африке римского времени рабство использовалось в меньших масштабах по сравнению с более поздними мусульманскими временами. И в Римском Египте количество невольников составляло менее 11%. То есть абсолютное большинство людей, занятых в экономике империи, были свободными людьми. К слову, выбранная дата, дата смерти императора Августа, не случайна. Фактически на его правление приходился пик завоевательных войн, дававших большой приток дешевых рабов. По мере того, как войны прекращались, поток невольников сокращался, и цены на них сильно росли. Экономику на дорогих рабах построить было невозможно. Таким образом, учебник дает сильно упрощенную картину древнего мира. И это объяснимо. Очень тяжело вместить 3,5 тысячи лет в одну книгу. Автор статьи Михаил Поликарпов Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.